Иностранные и нагородние студенты, оставшиеся в общежитиях Казанского федерального университета на время самоизоляции, продолжают получать меры интенсивной поддержки от Alma Mater. Так, в супермаркете деревни универсиады ректор КФУ Ильшат Гафуров поручил вдвое снизить цены на товар личной гигиены, а студенты из Китая и Турции получили адресную поддержку от своих консульств. Медицинские маски, антисептики, респираторы и другие необходимые студентам вещи были переданы жителям деревни универсиады. Регулярная еженедельная раздача продуктовых наборов в общежитиях Казанского федерального уже стала доброй традицией. Картофель, макароны, мясо птицы, кетчуп, овощи. Все это студенты регулярно получают от вуза благодаря благотворительным поставкам крупных организаций Татарстана. Однако не все студенты знают, как быстро и вкусно приготовить что-то интересное из стандартного продуктового набора. Поэтому на помощь студенчеству спешит команда проректоров, которые, надев кулинарные фартуки, покажут, что и как приготовить. Доброго времени суток, уважаемые гости, уважаемые друзья, обучающиеся. Сегодня мы будем готовить первое блюдо. Я вообще считаю, что каждый человек должен хотя бы раз в день горячие жидкие блюда употреблять. Поэтому без этого, наверное, никак. И тем более сейчас довольно сложный период времени для нашей стороны все равно, чтобы вы именно ели супы. И я для вас сегодня приготовлю как раз куриный суп с рисом и с картошкой. Я все покажу, как все это делается, чтобы именно в своих условиях все это могли приготовить. Быстро, четко и вкусно. Главное вкусно, потому что нужно готовить с душой, чтобы было приятно людям, во-первых, готовить не только для себя, но и, наверное, для людей, которые находятся рядом с вами, живут в ваших комнатах и готовить с душой, чтобы именно было приятно, вкусно и интересно. Так, вот у нас курица, которая была в наборе. Открываем. Из этой курицы мы используем только половину курицы. Вот так мы и возьмем. И немножко промоем, чтобы было чисто все. Пока все оставляем, пускай все это протечет. Из нашего же набора есть картошка и морковь. Тоже их промываем, картошку чистим, моем и чистим. Дочистили морковь. Почистили картошку, все помыли. Все кладем в кастрюлю. Берем картошку, режем ее на кусочки, на мелкие кусочки. Как-то принято так, чтобы было помельче. Морковь порезана. Морковь. И не порубить еще помельче. Это у нас пойдет на поджарку, на поджарку для супа. Все это дорезаем аккуратненько. Лук тоже. Это все у нас для куриного супа с рисом. То, что у нас есть. Все высыпаем в 1 чан. Чтобы потом из этого сделать поджарку. Так, мясо немножко надо порезать, чуть-чуть, чтобы поменьше все это было. Ключевый момент, чтобы курицу не переварить, чтобы она не превратилась в вату. Иногда люди немножко ее передерживают. Как говорят, итальянцы, получается, достояние не альденте, а чтобы было именно приятно, вкусно и на вкус было именно мясо и было вкусно есть. Продолжаем варить суп. Взяли кастрюлю. Холодная вода, как я сказал. Налили сюда именно пол кастрюли воды. Потому что именно пол кастрюли здесь где-то, ну, во-первых, на 3-4 человека, наверное, поесть. И плюс ко всему вода будет выпариваться, поэтому наливаем именно пол кастрюли. Теперь в эту холодную воду кладем мясо. Помыли его. И теперь кладем в кастрюлю. Помытое мясо. Складываем. Потом уже среднее солите. Дальше, когда будет вариться, попробуем еще раз. И потом уже, кому нужно, досолят. Кому не, чтобы не было пересолено, ключевый момент. Ставим воду на плиту. Суп. Ставим на плиту. Сейчас. Сейчас высыпаем сюда именно лук с морковкой. Сейчас все начнет шкварчать. Шкварчать начнем. Вот лук должен стать таким золотистого такого цвета. Вот такая поджарочка получилась у нас. Вот то, что видно. Вот такой вот именно желтоватый лук. Сейчас он тихонечко еще подходит. Все, мы его сейчас оставляем в стороне. Так, вот у нас сейчас будем смотреть то, что варится суп. Крышку надо вот так класть в плане чистоты, чтобы обычно народ в нос и так кладет тоже. Совершенно это неверно. И вот тихонечко накипь, который образуется, мы его все убираем. На настоящее время готовится бульон, то есть варится дальше курица. И у нас будет куриный суп с картошкой и с рисом. Поэтому немножко вот сейчас взял я в руки пакет риса, который был в нашем наборе. Открываю его. Мы только его моем. Берем, вот по сути, руками измеряем. То есть на нашу кастрюлю, которую я вам заранее показывал, мы берем ровно полторы, полторы, даже две, наверное, здесь будет, да, две ладони как раз риса, чтобы много риса тоже не было, чтобы у нас не получилось вместо супа рисовая каша. Поэтому мы готовим, моем рис. 40-50 минут варится курица, то есть его варить больше не стоит, тем более окорочка. 40-50 минут это максимум, чтобы немножко разварилось, подварилось. Потом, значит, сюда добавляем помытый рис, помытый, перемытый. Сейчас мы запускаем туда картошку. Картошку заранее приготовили, все это увидели. И тихонечко туда запускаем картошку. Картошки слишком много, поэтому все класть не будем. В наш продукт набор не входит, я думаю, в каждом магазине продается не так дорого. Купить. От лаврушки берем, ну, 4-5 обычно беру, кидаю сюда. Для вкуса приятный аромат. Плюс ко всему, сюда же кладу. Именно почему? Потому что куриный суп, поэтому добавляем именно хмели-сунели. Потому что именно для курицы очень вкусно получается хмели-сунели. Где-то 1 треть часть ложки. Кладем, чтобы было для вкуса, запаха. Вот так немножко добавим. Добавляем нашу поджарку, как я говорил заранее. Особой ложкой, поскоротки не будем. А вот суп уже начинает тихонечко булькать. Суп начинает готовиться. Ну что, вот у нас на весь приготовление супа ушло 1 час 15 времени. Суп у нас готов. Все. Сейчас попробуем. Поварь снимает первый. Будем ждать 2-х часов. Тот самый вкус, который должен быть. Приятного аппетита! Авидафхи Авидафхи Редактор субтитров А.Семкин Это было Bis..?